Амичи ежедневно становятся жертвами интернет-мошенников. В полиции отмечают рост числа киберпреступлений. Количество заявлений от пострадавших растет в геометрической прогрессии. Только в 2016 году преступники похитили у жителей области 600 миллионов рублей. В каждом третьем случае жертвой становится продавец или покупатель интернет-магазина или посетитель сайта бесплатных объявлений. Как не потерять бдительность и вовремя распознать обман, выяснял Дмитрий Ковалев. Полгода Нина Иванова продавала квартиру. Спроса на трешку не было. Поэтому, когда ей позвонил покупатель, была готова сразу же продать жилплощадь. Тем более клиент был готов внести задаток – 50 тысяч рублей. Ну только нужно сегодня ее, потому что она находится в командировке, и в другое время она не может. Но для этого вы должны обязательно пойти к банкомату, вставить карту. Я только захожу к магазину, вы уже все здесь? Я говорю, да, я здесь. И она вот говорила, и говорила, и говорила. Я буду говорить то, что вы, что я буду говорить, то вы и делаете. Женщина и делала. Только аванса так и не дождалась. Кроме того, с карты пропали практически все средства. Осталось всего 200 рублей. Спустя пару дней Нина Иванова обратилась в полицию. Такие случаи в уголовном розыске называют типичными. Найти мошенников практически нереально. Преступники находятся на территории других регионов. Это фактически в 99% случаев. У них, можно сказать, это уже продуманная схема о том, что потерпевший должен находиться в другом месте. Много случаев, когда преступники содержатся в местах лишения свободы, где у них есть возможность, да, время и возможность обучиться совершать эти преступления, подготовиться к ним, ну и, соответственно, они их совершают. Еще один вид мошенничества – интернет-магазины. Андрей давно хотел купить снегоход. Нашел выгодное предложение в московском интернет-магазине. Оформил покупку, перевел деньги и даже заказал доставку техники. Но уже на следующий день телефоны были отключены, а после исчез и сайт, через который он сделал приобретение. Посмотрел сайт, вроде посещение, хорошо оформленное, красиво сделанное. Цена была не прям сильно низкая, но все равно ниже была. То есть, когда разговаривал с человеком, ну, он хорошим представительным голосом, городской, московский номер, то есть, все как положено. Ну, вот, пошел, сэкономил. Полицейским удается арестовать только треть киберпреступников. Они ищут жертв на популярных сайтах с объявлениями. Звонят, никогда не назначают личных встреч. Внимательность и осторожность – вот, что может уберечь от действий кибермошенников. И сейчас, говорят в полиции, большинство пострадавших от таких преступлений не пенсионеры, а молодые люди, которые активно пользуются торговыми площадками в сети. Дмитрий Ковалев, Александр Рябуха. Новости здесь, Омск. Новости здесь, Омск. Новости здесь, Омск. Новости, Омск. Новости, Омск. Продолжение следует...